ради друзья всем доброе утро начинаем запись и сегодня у нас сегодня у нас 1 июня 1 июня значит мы сегодня изучаем первую главу мишлей притчи и сегодня у нас еще сейчас мы выйдем эфир в ютюбе в ютюбе на час еще есть один канал связи значит кому нравится смотреть сразу в ютюбе эфиры значит вы можете это делать значит урок 1802 представляете тоже примерно 1802 и все приготовьтесь пожалуйста начать эфир все и в ютюбе тоже идет эфир напрямую значит отлично отлично прекрасно все дорогие друзья открываем глава болотка болотка при поднятии тебя дословно переводится когда поднимешь ты можно так перевести так же когда поднимешь ты болотка когда поднимешь ты это называется та глава и мы сегодня дошли до места в главе что бог сказал еврейскому народу что будут будет еврейский народ двигаться как будет верить народ двигаться по сигналу по сигналу значит секундочку мне нужно еще один дать сигнал значит по сигналу как бог скажет идти идут как он останавливает стоят то есть сигнал который бог дает и очень важно слышать этот сигнал и по жизни нужно идти именно вот по вот этому сигналу который всевышний дает как обычно человек чем движим человек по жизни чек по жизни движим внутренними сигналами или внешними сигналами то есть мы все с вами устроены по одной и той же системе чека есть внутри его его желание назовем это желание да теперь эти желания эти желания человека которые если у него внутри они пробуждаются в зависимости от того что ему не хватает бывает что человеку реально чего-то не хватает и тогда его желание она автоматически пробуждается как как стремление заполнить вот эту пустоту например у человека не хватает в организме каких-то каких-то веществ да там воды или еды сахара у него моментально возникает желание кушать или пить у человека внутри возникает желание ему не хватает сна да вот он но его организм требует перезагрузки и у него у него внутри значит возникает желание спать и все чем больше тебе не хватает тем сильнее это желание какой-то момент она становится сильнее чем все остальные твои желания человек может уснуть даже за рулем не дай бог чтобы ни с тем такого не было значит настолько сильно его внутреннее желание управляет им и так далее значит второе у человека может быть желание когда у него например он думает мне не хватает олимпийской медали он думает или миллиона долларов или миллиарда долларов или не хватает мне поезд поехать в париже умереть вот такая фраза очень глупо вот съезжу в париже умру значит даже фильмы по ней сняли какие-то и вот человек он себе выдумывает эту фразу это это не не реальная нехватка а это выдуманная нехватка он говорит я хочу я вот это вот там вот такие вот часы вот такую машину вот такое это вот хочу он себе создает нехватку как мне этого не хватает откуда ты знаешь что она тебе не хватает если тебе еды не хватаете реально не хватает а если тебе не хватает поехать в париже умереть то это выдуманная нехватка. Но вот эти вот выдуманные все нехватки, которые умело формируют маркетологи, показывая некие радостные моменты потребления чего-то, или показывая фильмы, в которых заложены уже вот эти вот модели, что человек что-то получает и вау, сильно радуется. И у людей внутри создается нехватка чего-то иллюзорного, которое они хотят заполнить, и у них возникает желание заполнить эту нехватку. Теперь третий вариант. Третий вариант, то, что двигает человеком. Или его нехватка фактическая двигает, да, ему не хватает, и он хочет это заполнить. Или нехватка иллюзорная, он придумал себе что-то, что ему нужно, и ему надо это заполнить. Или третье, что человеком двигает, это им двигают другие люди. Говорит, например, Яне, Яне кто-то говорит, да, вот это вот Яне, Джаня, значит, Джана, его зовут, Джана. Джане кто-то говорит, Джана, значит, если ты на урок не придешь, Торы, значит, значит, будет тебе там, например, плохо. Я тебе как-то сильно там сделаю тебе что-то. Кто-то говорит ей, допустим. Но если ты, да, придешь, говорит ей другой человек, да, Давид ей говорит, Кост, если ты придешь, я тебе там подарю то, о чем ты мечтаешь. То есть, получается, другие люди имеют рычаги воздействия друг на друга. Это третий, третий, как бы, основной источник, который двигает людьми. Нехватка, желание и другие люди. Теперь Всевышний, когда вывел евреев из Едипта, дал Тору и говорит, Я теперь хочу, чтобы вы слушали только меня. Есть только Я, Всевышний, и вы согласны на Севене Шмальт. Будем все делать, потом даже будем рады. Нам не важно, что ты нам скажешь, но мы будем делать. Все. Потому что, ну как, как по-другому? Это же Всевышний, Творец Мироздания, Хозяин Мира. Как по-другому? Дальше начинается сделайте то, сделали, сделайте то, сделали, сделали шатер, сделали, жертвоприношение, сделали. Теперь поднимается этот столб огненный. Выходим в путь. Это вот то, что мы дошли вчера. Теперь сегодня мы читаем следующий отрывок. Значит, и вот на второй год, во второй месяц, на двадцатый день месяца, значит, они стояли у горы Синай, где они получили Тору. Получается, они стояли двенадцать месяцев, и практически двенадцать месяцев без десяти дней. То есть, они в месяц и Яр. На двадцатый день месяца поднялось облако от Мишкана. На второй год, во второй месяц, на двадцатый день месяца, значит, второй месяц это Яр. Двадцатого Яра они встали, то есть, облако поднялось, а они пришли к горе Синай первого Сивана за шесть дней до дарования Торы год назад. То есть, они стояли ровно двенадцать месяцев, минус десять дней. Поднимается облако от Мишкана, и сыны Израиля отправились переходами из пустыни Синай и остановилось облако в пустыне Паран. Это был первый раз, когда они отправились в путь в соответствии с порядком, указанным Богом через Маше. Теперь, какой был порядок? Знамя Стана сынов Иуды двигалось первым и главный был в колени Иуда Нахшон сына Минадава, потом шли сыны Сахара и был на тоннель сын Цуара. Дальше идет у нас перечисление, кто за тем шел. Когда есть Всевышний, это закон и порядок. Это все мироздание очень упорядочено. Оно невероятно. Представьте, как тонко все устроено. Например, если мы возьмем любой аспект, Малипусинти аспект мироздания, возьмем человека. Как все синхронизировано. Глаза, руки, ноги, мысли, сказал, сделал. То есть, настолько все синхронизировано невероятно. Чуть-чуть ломается одна маленькая какая-нибудь деталька, там у человека какого-то гормона одного не хватает. Рушится вся система. И вот здесь мы видим, что Всевышний, он указал четкий порядок. Вот Мишкан это мини-модель Вселенной. Мишкан, вот этот вот, где стоял ковчег Завета, это мини-модель Вселенной. Вселенная это модель человека. То есть, все здесь как бы в одной молекуле, одна может быть молекула или атом, это как вся Вселенная. Все очень структурировано. И вот, значит, сказал Всевышний, поднялось облако и начали они двигаться, двигаться каждое колено, над каждым коленом глава колена, у каждого колена свое знамя. Когда трогались колено Иуды, начинали собирать Мишкан, значит, покрывали там внутри самое святое, покрывали какими-то покрывалами. В общем, все было четко здесь расписано, мы сейчас пропустим. Пропустим мы это, но они шли конкретно, конкретно они шли, вот как они станом стояли вокруг этого Мишкана, 12 колен, тут 3 колена, справа 3 колена, тут 3 колена, тут 3 колена. Колено Леви, всего 12 колен. Колено Леви внутри, оно, вот этот Мишкан, они полностью его обслуживали. Везли, когда Мишкан разбирали, это 3 было рода в колене Левитов, и эти 3 рода, значит, знали каждый, этот род берет, значит, берет внутри самое святое, этот род берет уже сам Мишкан, этот берет двор, вот эти большие столбы, у каждого свои теледи, самое святое несли руками, и они, значит, все выходят в путь, каждый четко знал секунда в секунду свое место. Значит, все, и они пошли. Теперь дальше следующий отрывок в этой главе, в сегодняшний день, пятый день, мы читаем. Таков походный порядок сынов Израиля, по их ополчениям, так они отправлялись в путь. С этим мы закончили, что мы отсюда учим? Порядок. Порядок, Всевышний установил, все должно быть очень четко. Дальше сказал Моше Хуваву, Вайомар, значит, Вайомар Мошеле Хував бен Риуэль, сказал Моше человеку по имени Хував, сын Риуэля, а Медяни, Медяни тянец, Хотен Моше, он был тесть Моше. Значит, сказал Моше ему, зачем написаны все его имена, а Устная Тора нам добавляет, что у него было семь имен, всего, у Итро было семь имен. Можно было бы просто сказать, сказал он Итро тестью Моше, сказал он там сыну Риуэля, Хуваву, зачем тут и Медяни, и тесть Моше, значит, зачем все эти названия? Значит, есть, у меня есть такое предположение, если мы продолжим идею, что у каждого, то есть, есть в этом мире определенный порядок, и если даже мы этот порядок не понимаем, он все равно есть. У каждого человека есть грани его личности. То есть, можно быть одновременно сыном и мужем и папой, можно быть одновременно там, равином и у меня сын в детстве хотел быть равином водолазом и водолазом, да? То есть, может быть человек, он днем водолаз, а вечером он равин. То есть, и он, кто ты? Я днем водолаз, вечером я равен да то есть такое тоже может быть и вот здесь мне кажется что здесь было подчеркнуты разные разные грани того кем был вот этот человек который был и хуэв хуэв это уснотора говорит он очень любил тору он любил всевышнего хиба это как приятность он был бен-ре-у-эль есть тоже этому объяснение он был медиане он все равно вырос медиане и он был священником главным у медианитян у народа который больше всех других знал мадию колдовство то есть это тоже подчеркивается он не мог это стереть от себя он всю жизнь он занимался всей магией которая только была в мире и потом когда пришел наш арабейну он поговорив с ним он принял всевышнего он понял что есть бог творец мироздания который над всем вот этим вот стоит над всей системой и он был тесть маши это было тоже его очень важное качество когда он увидел в человеке который пришел в медиан и которые спас его дочку он в нем увидел как раз огромный это твой божественный потенциал и сказал ему муж и он говорит поехали а едем мы муж и рабейну говорит смотри это кстати очень уникальный отрывок который который показывает что маши рабейну на тот момент когда они через год после получения торы они год стояли на горе сина без десяти дней они снимаются и маши ему говорит смотри мы сейчас идем в место которое сказал бог что его я дам вам пойдем с нами и мы сделаем тебе тоже самое добро потому что бог он сейчас дает добро израилю и ты присоединился к нам отсюда мы видим что маши рабейну не знал что им придется на 40 лет развернуться в пустыню то есть когда всего было три дня пути до земли израиля когда они получили тору и год отстояли возле горы синай для того чтобы эту тору принять себя впитать себя осознать понять и все и вот они снимаются чтобы идти в землю израиля и он говорит своему тестю и тро кстати буквально вот наша вот наша вот я был лектором на семинаре арахим есть такие семинары в израиле которые для уже проводятся около 30 лет для евритоязычных и там есть для русскоязычных тоже есть группа которая ну где-то например евритоязычный где-то человек 300 400 и русскоязычных 40 50 я был там лектором и в гостинице где мы были там охранники охранники друзы есть такой народ друзы которые потомки и тро и у нас в комнате очень сильно работал кондиционер очень сильно в праздник и в шаббат нельзя пользоваться кондиционером но если он доставляет тебе страдания ты можешь намекнуть кому кто не обязан соблюдать шаббат и праздник то есть не еврей ты можем и намекнуть что у тебя есть некая задача которая тебе мешает соблюдать праздник или шаббат если он сам закон захочет то он может эту задачу для тебя решить но вернее но это должно быть его желание не то его попросил и он сделал нельзя напрямую сказать очень я подхожу к этому охраннику говорю здравствуйте но на иврите что вы не еврей он говорит нет я друз я друз я говорю отлично вот у нас такая ситуация он говорит ну класс пойду вам помогу значит и мы с ним идем я говорю вот а друзы у них очень уникальная религия никто не знает внутри что там за религия но единственное то что знают все вы можете посмотреть в витипедии что они потомки и тро то есть и тро для них главный пророк и тро о котором говорится в торе это их как бы основатель их религии их веры хотя мы знаем что потомки и тро они были в санедрине и сейчас мы узнаем как как дальше разворачивались события в общем мы с ним поговорили он говорит да конечно мы знаем то есть под мы потомки и тро участность будет праздник который посвященный тро не всего два праздника в году значит смотрите и сказал сказал муше и тро сказал муше и тро идем с нами и сказал и лав ло и лех и тро ему отвечает его тесть не пойду ло и лех значит сказал ему не пойду я пойду в свою землю и в свою к своей родне к своим родственникам я к ним пойду то есть я пойду часть среди них распространять знания про бога говорит я не могу их оставить у меня есть мои родственники я должен им тоже про бога рассказать байомар альна тазовутану муше ему говорит пожалуйста не оставляй нас муше его просит ки алькэнья дата хонанте но памидбар не оставляй нас ты же видел ты же знаешь все наши стоянки в пустыне то есть ты был при даровании торы и ты видел все чудеса который бог для нас делает и ты был нам как глаза значит здесь ус натора говорит что в этом ты был нам как глаза было здесь несколько смыслов что один из смыслов был что ты нам также дорога глаза второе что ты видел то что видели мы и как же ты можешь после этого уйти боять и телех и ману и будет ему можно говорить если ты пойдешь с нами будет все то добро которое бог нам даст оно будет оно тебе тоже будет то есть смотри бог с нами бог нас ведет землю израиля это была цель дарование торы чтобы сторой зайти в землю израиля и пошли они от горы бога дэрэх шлошет амим путем трех дней ворон брит ашем носе алиф неем и ковчег завета шел перед ними дэрэх шлошет амим путем трех дней но ус натора нам говорит что у них изменилась реальность на тот момент они находились в настолько в другом духовном пространстве что то что обычно занимала эти три дня пути они написано что они прошли путем трех дней но они просто туда перенеслись ля турлая минуха и арон он был он шел перед ними создавая им вот это вот ощущение минухи то есть отдыха да и облако бога было над ними днем когда они трогали состоянки было когда ковчег отправлялся в путь маша говорила это каждый раз сегодня когда открывают в синагоге когда читают тору тору пути не был день чтения торы то говорят вот эти слова и облако бога было над ними днем и когда они шли и вот дальше начинаются слова и было когда говорил когда ковчег отправлялся путь твои бонусе а арон когда шел вот этот ковчег воем армаше говорил маша кумашем встань всевышний ваяфу цуэхо и раз разметутся твои враги в ионусу мисанеха и убегут все ненавистники тебя мипанеха перед тобой у внухо значит а когда останавливался йомар шувашем ревовод алфей сраэль возвратись бог к десяткам тысячам израиля так значит говорит маша сегодняшний отрывок закончился что мы отсюда видим что мы отсюда видим отсюда видим несколько вещей что первое что то что бог от нас хочет чтобы мы действовали по по порядку который бог установил и этот порядок который бог установил он очень четкий очень понятный, он выражен в Торе, если ты действуешь не потому, что ты хочешь, потому что то, что ты хочешь, это полный набор случайных параметров, то есть это просто рандомные какие-то, тут не хватает, тут то, тут тебя позвали, тут тебе показали, это называется блуждать влекомые сердцем и глазами, то что мы говорим в Шма Исраэль, что и не будете блуждать влекомые сердцем и глазами, то есть обычный человек, он по жизни реально блуждает в хаосе, влекомый сердцем, его мышлением, набором его рандомных желаний и глазами, которые постоянно цепляются за что-то другое и видят новые картинки и человек, знаете, как ребенок, которому что не покажешь он вау, вау, вот так же человек блуждает, но взрослый человек не должен блуждать, блудить, можно сказать, блуждать, блудить значит, поэтому свобода это увидеть Всевышнего и идти по его сигналу, по его торе, идти по своей жизни и тогда будет полный порядок, это то, что мы увидели теперь открываем, открываем Мишлей, притчи царя Соломона который нам рассказал уже в практическом применении как с этим работать, значит, сегодня 1 июня, первая глава, мы опять начинаем первая глава интересно, что вот когда изучаешь каждый день одну главу, то вот сегодня первый раз за все годы я увидел такую вещь, которую не замечал, хочу с вами ей поделиться ну, значит, начинается первая глава, что Шлома Мелак представляется, что это притчи Шлома, царя Давида, царя Израиля, дальше он объясняет, для чего он нам это дает в двух словах, он это дает, чтобы мы развили свой интеллект свой ум, поняли, как работает вся система и осознали все те законы, которые Бог дал, чтобы мы их осознали на примерах, то есть он с помощью понятных примеров хочет нам передать непостижимую божественную мудрость и чтобы мы начали ей пользоваться в простой жизни теперь, седьмой отрывок, он говорит уже вводная часть первая основа мудрости, знаете, какая? страх перед Богом, трепет перед Богом, начало познания божественную мудрость и божественные наставления моральную дисциплину грешники, стептите, презирают он нам сразу в одной фразе дает полный расклад, как работает мир он говорит так, смотрите главное, что человеком управляет его мышлением самое сильное, самое сильное, как бы вводное это страх то есть страх, он сразу тебя переключает страх заставляет убегать, парализует фоновый страх, он постоянно заставляет тебя бояться, что будет завтра волноваться то есть страх, это главный шум, который управляет мышлением человека основой страха является инстинкт самосохранения который встроен в каждого, включен и который выключить практически невозможно теперь он говорит, если ты хочешь реально выстроить свою жизнь по божественным законам то тебе нужно страх смерти перебить страхом перед Всевышним трепет перед Всевышним то есть тебе нужно подключиться к каналу вот этому GPS каналу, который называется трепет перед Богом то есть ты понимаешь, что у тебя лично в твоем мышлении, в твоей голове есть связь с Творцом Мироздания и как только ты это понимаешь, ты осознаешь, что у тебя есть прямой телефон к Байдену, прямой телефон, кто самый влиятельный прямой телефон к Билу Гейтсу то есть у тебя есть прямой телефон и ты все время, а он, у него стоит все время камера и он смотрит, как ты действуешь и вот это вызывает трепет перед Богом тогда ты включаешься в контакт, в коммуникацию со Всевышним это главное теперь, если у тебя есть этот трепет перед Богом страх перед Богом, ощущение Всевышнего тогда это основа твоего познания тогда твоя модель мира, она будет включать Всевышнего постоянно и она будет реальная то есть тот человек, который думает, что Всевышнего нет и он как бы живет в каком-то фрагменте реальности то он, по факту-то, он просто, ну как таких людей называют это Рамхалис, такой мудрец он говорит, что человек, который живет без Всевышнего он похож на слепого, который в темноте ходит под берегу реки он слепой, он в темноте, ему никто помочь не может и он еще и ходит по опасному месту такой человек, который живет, думая, что нет Всевышнего вот он вот такой слепой, который в темном месте ходит по берегу реки то есть он обязательно где-то споткнется теперь, но если он понимает, что есть Всевышний и Всевышний всем управляет это основа познания у него, оп, зажегся свет у него полностью картинка он как бы оказался в светлой комнате хахму, божественную мудрость и мусар, это с помощью божественной мудрости управление своим животным скептики, грешники презирают они говорят, да, фигня это все вот эти ваши уроки Торы вот это вот ваши Цхак, Мишли, Царь Сламок кто это вообще, этот Царь Сламок кто эти все мудрецы кто это все сказал вот эти грешники, скептики они, к ним не достучишься они это все презирают и это он сразу нам дает раскладку в одной фразе он дает вот так работает мир дальше он нам объясняет как устроено мышление грешников первым делом он нам говорит как его папа учил, его царь Давид Сурмира, отодвинься от зла и делай добро он нам показывает как отказаться, отодвинуться от зла и он рассказывает как вот эти вот грешники они все время будут тебя совращать все их тексты все тексты грешников есть дальше в первой главе дальше он говорит следующий следующий его момент такой девятнадцатый отрывок очень для меня он тоже один из ключевых Мишлей кен архот коль боцея беца эт нефеш балавыках также пути всякого кто алчен и хочет наживы отнимает жизнь у завладевшего им то есть если ты ставишь на первое место деньги и алчность то в итоге это забирает твою жизнь это забирает твою душу и может привести наоборот к смерти дальше он говорит так что те кто не хотели слушать Всевышнего те кто презирали его советы те кто презирали его наставления тогда придет на них несчастье и когда придет на них несчастье написано в двадцать седьмом отрывке когда придет шоа придет катастрофа и страх и будет вас полностью страдание и притеснение он говорит аз тогда икраунени тогда вы будете звать меня вылоэне все мера за меру когда я вас звал вы от меня отказывались и презирали когда вы меня зовете значит в этот момент я не отвечу и шахрунени будете искать меня вылоэнце онене и не найдете меня то есть вы все время меня отталкивали вы кричали что Всевышний это смешно что все не от него что все это вообще чушесло потом когда придет на вас наказание за ваши не наказание последствия ваших неправильных действий вы начнете меня искать мера за меру не найдете значит что за то что тахаташер санудаат потому что вы презирали познание вы иратат ашем лобахару и страх трепет перед Богом вы не выбрали то есть он начал с того седьмой отрывок что трепет перед Богом это основа познания дальше идет перечисление всех несчастья 29 отрывок и все это на вас придет за то что вы не выбрали ирата шем значит на вас придут все неприятности не хотели вы тридцатый отрывок принять моего наставления презирали мои увещевания пожалуйста вот и вот это то что я сегодня отметил это очень интересно вы помните тридцать первая глава чем заканчивается мы же только вчера ее учили тридцать первое число тридцать первая глава заканчивается последний отрывок такой в тридцать первой главе значит открываю и читаем смотрите именно тридцать первой отрывок тридцать первой главы нула дайте ей вот этой доблестной жене или душе или интеллекту миприя дея от плодов ее рук вялюлюя башарима сия то есть мы видим здесь дайте ей от плодов ее рук то есть каждый ест в своей жизни плоды своих рук плоды своих действий теперь тридцать первый отрывок первой главы ваяхлу мипри даркам и те которые делали шли против Бога будут есть от плодов своего пути то есть то что они делали то они и получают и насытятся уми муатсотейхем избау они насытятся следствием своих замыслов то есть они думали решали шли дошли неприятность этот плод то что ты сам вырастил потому что мишуват петим потому что сидение петим петим это наивные наивные это такое да все будет нормально так вот это вот сидение наивных таргем их убьет в конце концов вышалват ксилим а беспечность ксиль это грешник по вожделению теабдем уничтожит их свежник говорит так работает система засунул пальцы в розетку бьет током все так оно работает поэтому если ты наивный или ты беспечный или ты любишь кайфовать кайфовщик такой то это все тебя уничтожит в итоге ну и закончим позитивным 33 отрывок последний отрывок первой главы ушмали а тот кто услышит меня говорит царь Соломон от имени Всевышнего ушмали тот кто услышит меня ишканбетах он будет жить безопасно вышанан мипахатра и будет у него спокойствие во время любого зла то есть это то что дальше мы узнаем в остальных 30 главах как услышать Всевышнего как жить спокойно радостно безопасно не страшать зла это то что первая глава как раз она дает нам раскладочку и дает нам понимание что все что мы сегодня имеем это плоды наших рук если мы хотим другие плоды то тогда нужно чуть-чуть изменить свой путь услышать Всевышнего и мы это сделаем завтра мы следующий у нас урок и так каждое утро в 10 утра изучаем Тору дальше я очень советую то что вы услышали от меня оно пробуждает и дает какие-то интересные мысли эти интересные мысли надо записать потом нужно эти мысли проверить нужно зайти в книжечку зайти в недельную главу уточнить почитать комментарии тогда эти мысли эти семена вы их полили вы их вложились в них вы их сделали дали туда энергию силу и они прорастают и дают плоды спокойную радостную счастливую жизнь чего я вам желаю сегодняшний урок для Рифа Шлема Зусман Бен Ирина есть очень хороший один человек который сейчас приболел чтобы ему было Рифа Шлема чтобы Всевышний дал ему Рифа Анефеш Рифа Агув и чтобы он смог очень много делать добрых, хороших дел Зусман Бен Ирина среди Шаар Хулей Срея среди всех остальных выздоравливающих народа Израиля и всего мира чтобы все кому нужно выздоровление получили благополучие получили хорошую жизнь семейную получили все что вы просите от Всевышнего чтобы Всевышний вам дал заслугу того что вы делаете для Всевышнего все всем удачи успехов ну про Субтитры сделал DimaTorzok